Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые участники Директ-Академии! Я рад вас приветствовать на нашем пятничном вебинаре, последнем вебинаре в мае и последнем вебинаре на этой неделе. Сегодня наша тема – таймлайн, как придумать и создать учебную ленту времени. Но перед тем, как приступить к этой теме… Да, сегодняшний спикер я, я буду вести эту тему. Но перед тем, как приступить к изложению материала, я хотел бы познакомить вас с тем, что творится в Директ-Академии. И для этого посмотрите, пожалуйста, в чат. У вас перед вами четыре ссылки. Первая ссылка ведет на наш главный сайт, где вы можете зарегистрироваться на все мероприятия, предстоящие до конца нашего учебного года. Остался последний месяц учебного года, и весь он будет наполнен нашими вебинарами. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и на ней расположено уже почти 500 записей наших вебинаров. Эта запись добавится туда сегодня вечером, так что те, кто не смог посмотреть вебинар, могут посмотреть запись. Третья ссылка – это страница нашего сайта, которая называется «Онлайн-курсы». И там есть предложение 11 онлайн-курсов, которые может реализовать Директ-Академия. В настоящий момент проходят два курса онлайн. Один из них подходит к концу – это курс «Марина Орешка», и второй в самом разгаре – это курс Натальи Логачевой. Наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где вы сможете приобрести сертификат прямо в конце нашего вебинара. Я постараюсь в конце вебинара, прямо на самом вебинаре, будучи, сформировать сертификаты тем, кто присутствует на нашем мероприятии. Ну и также я хотел бы проанонсировать наши следующие мероприятия, которые будут проходить у нас в следующей неделе. Это первая неделя июня. Вот они. 5 июня – это, если не изменяет память среда, будет вебинар в 15.00, будет вебинар «Марина Орешка. Создаем интерактивные видеовикторины». 6.00 в четверг, 6.00 июня в 12.00 часов все время приводится по московскому времени. Особенности комплектования библиотечных фондов в университетах четвертого поколения. Системный подход. Вебинар ведет Аркадий Халяков. Ну и, наконец, в пятницу, 7 июня, ровно через неделю, в 12.00 по московскому времени, Иван Травкин и его темы «Цифровые ученики. Цифровой учитель». Вот, надеюсь, на этом нашу предварительную часть можно закончить. И я приступаю, собственно, к основной нашей теме – теме таймлайнов. Или оси времени, или, если угодно, по-другому шкал времени. По-разному они в русскоязычном варианте воспроизводятся. Давайте сначала чуть-чуть поговорим о тех ссылках, которые, полезных ссылках, которые я вам предлагаю посмотреть. Не прямо сейчас. Скачивайте, пожалуйста, презентацию, и эти ссылки будут с вами. Презентацию я выложил для скачки, можете ее скачать и использовать. Здесь есть несколько примеров, несколько хороших статей. Вот эти вот, которые можно было бы почитать. Несколько хороших примеров таймлайнов ручного изготовления. Я подручным изготовлением, я понимаю, таймлайны, которые сделаны не при помощи специального инструмента для изготовления таймлайнов, а, ну, скажем, путем прямого программирования, прямого дизайна. Несколько роликов коротких, впрочем, вот об этом сервисе мы сегодня с вами в основном будем говорить. Ну и короткий англоязычный ролик, впрочем, смотреть его не обязательно. Ну и некоторые аналоги. Вообще говоря, концепция таймлайна настолько продуктивна и настолько популярна, что для ее осуществления есть масса интернет-сервисов, конкурирующих, ну, может быть, не в прямом смысле конкурирующих, но решающих одну задачу. И вот те из них, из нескольких десятков, которые я просмотрел, я мог бы вам рекомендовать вот эти. Ну, за исключением того сервиса, который мы сегодня будем проходить, он как бы кандидат один на то, чтобы его изучить. А эти сервисы можете просто посмотреть, если понравится тот дизайн, который они реализуют, ну, можете тоже их использовать. Ну и, наконец, вот мои ролики учебные по данному материалу. Мы их сегодня посмотрим, но можете также их посмотреть и на YouTube. Сама концепция ленты времени. Почему она столь продуктивна и столь востребована? Дело в том, что время, вообще время при обучении, если вот мы подходим к вопросу с точки зрения обучения, время является контекстом почти в любых предметах. Ну, во-первых, я не говорю о таких предметах, как история, история науки, история сама по себе, история государства, история науки, история различных... различных учений и так далее. История философии, история математики. Это все у нас на слуху. Эти предметы преподаются либо в школе, либо в университете. Но даже если вы преподаете какой-то предмет, для которого явно нет такого субпредмета, как история того-то и того-то, все равно она присутствует, эта история все равно присутствует где-то. То есть, когда вы преподаете физику, все равно идет в некотором смысле историческое изложение фактов. Вот такая-то теория была сначала теорией Ньютона, потом появилась теория тяготения Эйнштейна. Они шли друг за другом не только по мере развития физического понимания мира, но и исторически в разные времена. Тоже можно сказать и практически о любой дисциплине. Ну вот какая-нибудь современная дисциплина, например, бухучет или менеджмент, или налоги. Вот что ни возьми, везде есть исторический момент. Ну вот, например, налоги. Понятно, что какие-то налоги вводятся, даже если говорить о современном состоянии. Какие-то налоги в последние 20 лет были отменены, какие-то были вновь учреждены, какие-то ставка изменилась и так далее. Все это, по сути дела, исторический процесс, без знания которого, если знать только последнее состояние, то это не так здорово, потому что вы тогда не сможете понимать даже те договоры, которые были заключены 10 лет назад, потому что там были другие ставки, другие налоги и так далее, и так далее. Таким образом, практически любая дисциплина имеет временной подтекст. И это время можно показывать по-разному. Если сильно не стараться, можно просто изложить этот временной контекст в текстовом виде. То есть рассказать в каком-то параграфе, что так-то было давно, а потом стало так-то, а потом еще так-то. Но, как правило, такое изложение не укладывается в голове, по крайней мере, с первого раза, а только усложняет ту картину, которая должна сложиться в голове у слушателя, у студента, слушателя курса и так далее. Можно, конечно, поступить иначе и где-то в конце главы или в конце учебника, или в конце электронного курса, изложить хронологию, тоже словами, но уже только факты. И для каждого события, которое изложено по мере его появления у нас в природе, одним абзацем, то есть это достаточно удобно, и как справочный материал достаточно хорошо ощущается. Но, тем не менее, плохо это с другой стороны, потому что события не всегда идут с одинаковой частотой. То есть иной раз может сто лет ничего не происходить, а потом в течение года что-то быстро-быстро, 10 очень важных событий произойти. И когда мы читаем это абзац за абзацем, строка за строкой, мы теряем вот этот пульс времени, как что происходило, когда, в какой последовательности и насколько часто. Поэтому для времени интересно задать такую форму, как шкала времени, на которой мы... Как правило, это ось абсцисс, иногда ее делают вертикальной осью, осью ординат, но, как правило, это горизонтальная ось, на которую прямо вот по ходу времени отложены какие-то точки и что-то написано. Сейчас я вам покажу историю результата, ну а пока вот такое вот высказывание Генри Киссинджера, который как-то сетовал, что в школах уже больше не преподают историю как последовательность событий, с ней обращаются как с набором тем без контекста. Вот это вот очень важный момент, связанный с тем, что если не передавать контекст времени не только в истории, а вообще в любом другом предмете, то теряется некоторая база под ногами у того, кто изучает этот процесс, он не понимает, что данный предмет есть не просто какой-то застывший свод законов, а есть нечто, что развивается. Вообще говоря, физика развивалась, была другой, думали совсем про другое, а потом люди открыли то-то и то-то и стали думать так-то и так-то. Вот без этого контекста человек теряет, наверное, основу, то есть представление о том, о процессности мира, представление о том, что все развивается и все когда-то было другим, а в будущем оно тоже будет другим. Вот получается такое шкалярство, в котором мы выучиваем ряд правил, которые вроде бы как незыблемо существовали всегда и будут существовать. Это очень плохо, потому что системный подход теряется и вырастают люди, которые не понимают, как системы развиваются. Еще раз касается это не только истории, хотя Киссинджер говорил именно об истории. Ну, говоря о том, как появились оси времени и как они использовались, надо отметить, что появились они отнюдь не в эпоху компьютеров, а гораздо раньше. И, разумеется, для них тогда было применение в виде иллюстраций, в виде каких-то плакатов и так далее. То есть полиграфическое применение. И уже тогда были разработаны некоторые элементы оси времени. Ну, вот здесь, например, некоторые события гражданской войны. Гражданской войны США. Вот сделаны с помощью такой ленты времени. В данном случае здесь отложены по ленте времени какие-то портреты. Эта лента, она может быть даже немножко неоднородная. Непонятно, где у нее стоят риски времени. Просто вот показано, что вот здесь время начинается, оно длится, длится, и вот здесь где-то заканчивается примерно 1870-ми годами. То есть здесь начинается 40-ми годами, а заканчивается 70-ми годами. Другие варианты лент времени. Вот ленты времени, кстати, очень любят еще и компании. Очень легко показывать развитие компании в ее продуктовом ряду, если этот продуктовый ряд отложить на оси времени. Ну вот, например, компания Sony, что она выпустила в 1946 году, и что здесь почти до начала десятых годов 21-го столетия. Еще один пример исторический, но не из такого уж дальнего прошлого, из 1950-х годов. Кстати, этот пример вы можете скачать в виде отдельного файла, который называется... Это графический файл, который называется HistoryMapWider. Это плакат, который, видимо, висел в школе или где-то еще, может быть, на историческом факультете какого-то университета. Для них это делались плакаты. Это история четырех тысячелетий развития различных цивилизаций. Время в данном случае идет сверху вниз, а наверху две тысячи лет до новой эры и внизу 1950-й год. Вот в качестве вот этих вот ручейков представлены различные империи, различные государства, которые имели силу на земле какую-то, что подразумевается под властью, под Пауа. Вот здесь мощь, да, не совсем понятна. Видимо, какой-то комплексный параметр, связанный с экономикой, с военной силой и так далее. И вот как они, эти государства, существовали, исчезали, их сила иссякала или, наоборот, она сначала нарастала, потом потихоньку иссякала. Какие-то государства до сих пор существуют, какие-то уже закончили свое существование, ну и так далее. Вот разглядывать такую карту можно, наверное, пару часов, очень интересная карта. Ну а если представить, что этот материал был бы изложен текстом, наверное, можно было бы говорить о полноценном учебнике, большом, листов так, на 300 или страниц на 300-400. Ну вот, такова сила визуализации. Особенно если мы окинем взором всю эту инфографику, всю эту ось времени сверху вниз, то увидим, как вот это вот время просто переливается из одного государства в другое. Замечательный, на мой взгляд, пример оси времени и ее полезности. Одна из первых инфографик и визуализаций, которые были созданы людьми, это так называемая карта Минара, связанная с наступлением с русской компанией Наполеона. Вот с такой вот армией он вошел в Россию, и вот с такой вот маленькой вышел. Тоже в некотором смысле можно считать осью времени, потому что здесь отложены риски, когда событий, когда это все было. То есть по оси времени, тут, правда, она двунаправленная ось времени, связанная с географией. Тут отмечены вот эти события. Вот они. В общем, это тоже можно считать осью времени, и, конечно, этой карте не отказать в силе визуализации, которую она создает. Очень доходчиво понятно, когда и где Наполеон стал терять свою армию, и почему это произошло. Ну и, наконец, давайте доберемся до нашего времени. Мы с появлением компьютеров, как всегда, все плодотворные идеи, которые существовали в полиграфии или где-то еще, они преобразовались. Если они действительно были плодотворными, то они преобразовались и получили новую силу. Ось времени, ну вот буквально с зачатков, когда начала осуществляться идея мультимедия, она получила большое развитие, и практически все мультимедийные диски 80-х, 90-х годов, 90-х, конечно, больше, они содержали ось времени как такой элемент, придающий этим мультимедийным дискам особый шарм. Разумеется, в нашу эпоху мультимедийную сделать ось времени стало с одной стороны проще, с другой стороны можно было придать ей интерактивность. То есть не только наглядность, но и интерактивность, а именно изменение масштаба прямо на ходу. Возможности по перетаскиванию оси времени, она теперь не обязана была укладываться в один экран, ее можно перетаскивать, она может быть гораздо длиннее, если ее можно перетаскивать. Пример, который здесь приведен, он принадлежит к такому сервису, который, к сожалению, сейчас уже не существует. Вот сюда можете прямо не заходить, этого сервиса, к сожалению, больше нет. А он был хороший, и просто на вот этой картинке я до сих пор рассказываю о первом этапе существования оси времени в нашей культуре. Прошу прощения, в нашей компьютерной культуре. Вот очень интересный вид здесь был, и здесь можно посмотреть, какие виды интерактивности у этой оси были. Во-первых, это изменение масштаба, во-вторых, это вот возможность перетаскивания туда-сюда, оси, хватание мышкой и просто перетаскивание. В-третьих, это различные по важности моменты, они могли либо сопутствовать, сопровождаться какой-то картинкой, либо не сопровождаться, если они не такие важные были. Еще одно, это прямой переход. Можно было посмотреть вот этот кусочек, потом перейти сразу вот сюда, тыкнув на него. Ну и еще интерактивный кусочек, это ряд событий на оси времени были свернуты вот в такие вот кусочки, которые при нажатии на плюсик раскрывались. Это как раз позволяло делать ось времени как бы разносодержательной, разномасштабной в разные моменты времени. Помните, я говорил о том, что события могут сначала развиваться медленно, а потом идут достаточно быстро. Вот для тех событий, которые происходят рядом, они сворачиваются на оси вот так вот, ну и потом их можно развернуть, и тогда ось времени разворачивается вокруг центра этого временного диапазона, и можно уже посмотреть вовнутрь при необходимости раскрыть еще и так далее, и так далее. Ну и наконец, тот сервис, который мы сегодня будем рассматривать, а мы сегодня подробно рассмотрим сервис Timeline.js, он очень хорош, он в целом он гораздо лучше вот этого предыдущего сервиса, хотя у него и нет некоторых возможностей, которые у этого сервиса были. Давайте мы с вами посмотрим вводный ролик в пути времени, который я хотел бы, чтобы вы прямо сейчас посмотрели, а потом мы пойдем дальше. Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами продолжаем наши учебные занятия в цикле практикум автора учебного контента, и сегодня я вам расскажу про замечательный сервис, который называется Timeline.js. Сервис предназначен для создания осей времени или таймлайнов. Подробнее о таймлайнах вы можете посмотреть цикл моих видеороликов, записанных несколько раньше. Ссылочку на этот цикл можете посмотреть в подписи к данному видеоролику. Сегодня я не буду вам говорить о том, что такое таймлайн, для чего он нужен и чем он хорош. Мы будем исходить из того, что это очевидно, и то, для чего вы будете применять ось времени, вам понятно. Скажу лишь то, что ось времени это один из наиболее мощных аппаратов, который может применяться как в средствах массовой информации, так и в блогах, в сайтах и, конечно, в электронных учебных курсах. Таймлайн.js это один из сервисов, не единственный, при помощи которого можно создавать оси времени, но, на мой взгляд, на настоящий момент один из самых продвинутых, и я бы даже его назвал полупрофессиональным. Этим сервисом не гнушаются пользоваться такие СМИ, как Коммерсант, Лента.ру, ну и многие другие. Вы можете увидеть оси времени, изготовленные в этом сервисе практически в любом крупном СМИ. Авторами этого сервиса является группа энтузиастов из Северо-Восточного университета в Бостоне. У них есть еще несколько известных сервисов, которые они сделали, такие как сервис StoryMap, сервис SoundSite, о котором я рассказывал ранее, и некоторые другие. Но сервис Timeline.js наверное, самый известный их сервис и самый популярный. Сегодня мы с вами посмотрим, как работать в этом сервисе, причем рассмотрим самую новую его версию, Timeline.js 3, это третья версия сервиса Timeline. Она находится пока в состоянии бета, но вот уже этой осенью, как обещают разработчики в сентябре этого года, она должна стать основной версией этого сервиса. Как выглядят таймлайны, изготовленные при помощи сервиса Timeline.js? С двумя примерами вы можете ознакомиться прямо на главной странице сервиса. Давайте посмотрим один из них. Вот он загружается и вот так выглядит примерно Timeline.js. Снизу мы видим вот такую панель, на ней собственно располагаются годы и отметки событий. События это вот такие вкладочки, на которых есть какое-то небольшое изображение и надпись. При нажатии на это событие происходит его возникновение в поле сверху. Давайте посмотрим, как это все работает. Во-первых, события можно переключать при помощи кнопочек вперед и назад. Вот эти кнопочки. Они перещёлкиваются. Вот я сейчас назад возвращаюсь. Обратите внимание, что при этом снизу происходит тоже перещёлкивание между разными событиями. Давайте я ещё ещё раз нарисую. Вот сейчас воспроизводится вот это вот событие. Оно относится к 1983 году. Ну и мы видим, что рядом располагается ось, на которой точки обозначены другие события, а вот такими вкладками заглавия этих событий. на основном поле события располагается описание события и какой-то медиафайл. В качестве медиафайла может присутствовать просто надпись какая-то, видео, картинка, некая интерактивная область и так далее. Сегодня мы познакомимся с полным составом медиаобъектов, которые могут располагаться в окне события. Справа располагается заголовок, описание события и дата, когда все это произошло. Непосредственно под медиаобъектом может располагаться его краткое название, а также ссылка на источник этого медиаобъекта. Вот, собственно, и все. Ну, еще, наверное, надо добавить, что это ось времени неинтерактивная, потому что ее можно вот так вот передвигать, можно вызывать события нажатием на его вкладыш, вот так вот. Можно также увеличивать или уменьшать масштаб. Сейчас я это сделаю. Вот сейчас я уменьшаю масштаб, соответственно, события по оси времени раздвигаются, а вот так я его увеличиваю и события сдвигаются на оси времени. Ну, кроме всего прочего, есть еще кнопочка вот эта, которая ведет к началу нашей оси времени. Вот, собственно, и все. Функционал простой и очень полезный. Больше по этому поводу, наверное, не стоит говорить. Давайте, разве что, я вам еще покажу тот пример, который приводится в конце страницы. Вот он, более современный такой пример, на котором располагаются разные виды событий. Вот, например, Google Map с возможностью интерактивно просматривать эту карту, как полагается. Это просто твит из Твиттера, который можно по ссылке расположить в таймлайне. это изображение из сервиса Flickr, это видеоролик с Vimeo, это ну вот тут, видимо, достаточно долго загружается, это звук с сервиса SoundCloud. Это видео с YouTube и снова изображение с Flickr. мы подробнее остановимся на всех этих видах и я вам покажу, как это делается. На этом вступление в сервис Timeline.js можно считать законченным и теперь мы посмотрим, как можно создать такую ось времени. на ну вот, мы посмотрели краткое введение в сервис Timeline.js пару слов повторюсь может быть в некотором смысле пару слов про этот сервис. Сервис изготовлен группой людей, которая называется NeedLab. Существуют они в северо-западном университете США. Сервис хорош тем, что он абсолютно бесплатный и более того, не требует даже регистрации и вхождение под собственным логином и паролем. То есть все, что вы делаете, все можно сделать прямо с его главной страницы и это очень удобно. Вот сервис хорош чисто полиграфический, то есть он хорошо сделан визуально, поэтому его, несмотря на его бесплатность и такую демократичность, его широко используют мировые СМИ, то есть с удовольствием вставляют его код в свои онлайн издания ну буквально онлайн издания с мировым именем такие как New York Times или какие-то иные наши советские прошу прощения наши российские тоже вставляют его с большим удовольствием ну и ваш покорный слуга тоже этот сервис использует достаточно часто можем могу привести такой пример что наше расписание вебинаров на год сделано как раз на основе этого сервиса ну если хотите посмотреть еще один пример вот можете посмотреть такой пример из истории искусства это автопортреты Зинаида Серебряковой таймлайн был сделан для арт-проекта связанного с именем этой русской художницы вот как же работает таймлайн JS вся его все что вам надо сделать это пройти четыре шага эти четыре шага отмечены прямо на главной странице сервиса впрочем есть один шаг который надо сделать за за пределами этих четырех можно сказать этот шаг заключается в том что вы должны заполнить собственно этот шаг и является наполнением оси времени вы должны заполнить некую таблицу эта таблица представлена в виде google таблиц google спредшит таким образом единственное что вам надо для того чтобы это сделать это иметь google аккаунт свой собственный вот единственное ограничение вот итак первый шаг заключается в том чтобы эту табличку каким-то образом получить то есть вам нужен шаблон на основе которого вы это делаете далее когда вы будете использовать данный сервис во второй третий и в какой-то там десятый раз вы можете уже не проходить первый шаг а просто использовать свои предыдущие таблицы в качестве шаблона делать их копии и на их основе делать дальше другие таблицы вот ну в первый раз в первый раз вам придется скачать эту табличку делайте это на первом шагу нажатием на кнопку вот получить получить шаблон вашей таблички после этого высвечивается вот такая вот такое вот предупреждение ну если вы находитесь в своем аккаунте если нет то вас просят войти в ваш аккаунт сначала вы соглашаетесь говорите сделать копию и у вас образуется табличка которую вы потом заполняете ну про эту табличку мы поговорим чуть попозже а сейчас вкратце есть несколько граф в этой табличке первые четыре графа первые четыре столбца посвящены тому чтобы занести время конкретное время когда произошло событие время можно указывать либо только годом либо годом и месяцем либо годом месяцем и днем либо годом месяцем днем и точным временем вот вот можете разную точность использовать но не менее точно чем один год можно заполнить вообще говорят для того чтобы табличка действовала можно заполнить только вот эту вот графу первую первый столбец вот ну есть еще вторая четверка которая означает когда событие прекратило действовать например если событие протяженное вы можете отметить отметить его не точкой а можете отметить отметить отрезком и здесь дублируются те самые графы которые были первых четырех первые четыре столбца они дублируются еще раз окончание события можно вовсе не отмечать и тогда у вас событие будет просто точкой на оси времени ну вот а дальше идут некоторые графы о которых мы поговорим чуть попозже да ничуть попозже прямо сейчас давайте о них поговорим итак какие еще есть графы три основные графы которые желательно заполнить это ну собственно даже можно сказать почти что обязательно первое из них это название вашего слайда или название события если по-другому второе это описание события как правило здесь текст хранится но может быть и произвольный html при необходимости ну и третья графа это графа в которой воспроизводится ссылка на какое-то медиа здесь может храниться ссылка на фотографию какую-то на ролик на звук и вообще говорят тут может быть около 20 различных видов медиа которые timeline.js может подхватывать включая твиты сообщения из instagram и некоторые другие некоторые другие вещи более сложные карты там и так далее перейдем к следующему шагу второй шаг который надо сделать это опубликовать таблицу обращаю ваше внимание что таблица google по умолчанию как бы не опубликована в интернете это означает что ну даже если у него доступ по ссылке это пока не не является публикацией с точки зрения интернета вот а вот для того чтобы эти данные из таблицы подхватил timeline.js надо ее опубликовать для этого мы входим в меню файл нашей таблички и делаем опубликовать в интернете если у вас если у вас русский если у вас на русском языке это все отображается то будет написано опубликовать в интернете если нет то по-английски будет publish on the web далее ну вот во втором пункте есть еще такое предупреждение сейчас давайте не будем о нем говорить оно связано с историей процесса с тем как в google таблицах раньше надо было брать ссылки в свое время их надо было брать из вот здесь вот из вот этой вот области которая открывалась после того как вы нажимаете на меню publish to the web вот в последнее время этого не надо надо просто убедиться что все опубликовано это надо сделать вообще один раз один единственный раз во время существования этой таблицы не надо это делать всякий раз а после этого можно брать код ссылку на эту таблицу прямо из из браузера вот отсюда берете эту ссылку и можете переходить сразу на третий пункт на третий шаг третий шаг собственно это передача информации о вашей таблице первые два шага были подготовительными ну а теперь теперь собственно уже работа с самим сервисом она начинается с третьего шага итак итак мы нашу заполненную таблицу помещаем в шаге 3 в область 1 да вы кстати все это можете сейчас прямо смотреть давайте я вам в конце концов дам прямую ссылку на этот сервис да ссылка вот такая на минутку там вот правда какое-то высветилось какое-то предупреждение о том что опять какие-то проблемы с а ну эти проблемы уже были решены да ладно не обращайте внимание на эту врезку где написано attention смотрим ниже и смотрим где располагаются эти три шага вот они эти три шага и вы видите что третий шаг выглядит примерно вот так как я здесь показываю на на этом слайде итак в первое поле вы вставляете ссылку взятую из google таблиц дальше идут разные настройки на поле 2 вы вставляете ширину я предлагаю здесь оставить 100% как оно есть высоту выставляете в пикселях как правило здесь используется значение примерно от 600 до 800 пикселей при современных мониторах это вот такой самый употребимый диапазон ну и вы можете открыть при необходимости дальнейшие настройки вот здесь вот и настроить следующие параметры язык в языке можно выбрать русский язык впрочем это не означает что сейчас сразу после того как вы сменили русский язык общий интерфейс сервиса изменится на русский нет это означает только то что некоторые изменения связанные с русским языком произойдут в изготовляемой вами шкале времени ну в частности даты будут отображаться так как принято у нас а не так как принято за рубежом русские наименования месяцев появятся если они есть и так далее шрифты ну можете оставить вот тот тот шрифт который есть по умолчанию умолчание иногда изменяется редко но иногда изменяется если там какой-то другой шрифт можете поставить вот этот вот pt sans narrow и pt сериф это пара шрифтов шрифтовая пара она определяет что и как будет написано каким шрифтом будут будут сделаны надписи на вашей оси времени дальше с какого слайда стартовать как правило тут надо оставить ноль с нулевого слайда и какой какой выбрать масштаб масштаб времени по умолчанию стоит двоечка и это достаточно разумно двоечка говорит о том что не все события сразу показаны на оси времени а ее надо перемотать для того чтобы посмотреть дальнейшие события если вы ставите здесь ноль это будет означать что все события сразу поместятся на оси времени ну и наконец есть некоторые настройки которые можно делать галочками и тут я вам предлагаю единственную галочку поставить вот эту она по умолчанию не стоит это галочка use hashbook marks означает она что каждый слайд будет иметь свою собственную ссылку это очень удобно если вам надо адресовать ось времени не только ее началом а любым слайдом например вы хотите ось времени у вас длинная на 50 слайдов и вы в некоторых случаях хотите людям посылать информацию о начале оси времени а в некоторых случаях о середине например о 25 слайде можете просто взять информацию url 25 слайда и послать опубликовать в каком-то месте в соцсети и все кто будет переходить по этой ссылке будут попадать туда куда надо сразу на 25 слайд есть еще некоторые странные настройки которые я никогда не использую например сделать начало в конце то есть начать с самого последнего события а не самого первого события показать ось времени наверху а не внизу по-моему тоже очень странно ну и это отладочные некоторые вещи которые в общем тоже большинству пользователей никогда не пригодятся последнее что мы можем сделать вот после того как все это настроили последнее что мы можем сделать либо посмотреть результат нажав на кнопку get link to preview при этом откроется новая страница на которой результат можно будет посмотреть либо взять вот этот код в предыдущем поле и под и этот код вставить куда угодно ваш курс ваш блог на ваш сайт и так далее и это ось времени появится в том месте куда вы ее вставили вставить надо в режиме html то есть в сам код этой страницы большинство блогов курсов систем дистанционного обучения и так далее такой режим вставки поддерживает это достаточно просто сделать вот давайте прежде чем перейдем да ну и вот так примерно это выглядит вот я вставил некий слайд уже готовый первое что я сделал это уже готовый шаблон вставил один единственный слайд чтобы посмотреть как это работает помните вот здесь вот был пример который нет одну минуточку откачусь чуть-чуть вот этот вот пример когда уже готовый шаблон я просто вставил три своих элемента название текст и ссылку на ролик youtube и вот я первое мое действие я убедился что это работает пройдя вот эти четыре шага действительно один из слайдов вот такой вот здесь появился отрывок из фильма мастер и маргарита здесь появилось название ну а здесь вот тот текст первой первого абзаца из данного романа который который я тоже использовал в одной из граф таблицы все это можно вставить куда угодно ну один из примеров вставки это вставка в вставку модул вот здесь она показана редактирование страницы вставка в страницу в виде произвольного html ну и после этого ось времени сначала появляется в редакторе и после этого после опубликования на конечной странице надо однако отметить что такой способ публикации публикации внутри курса внутри маленькой страницы недостаточно хорош для данного сервиса потому что он в общем то любит когда все развернуто на полный экран сервис хорошо смотрится когда горизонтального расстояния достаточно много поэтому вставка в его какие-то фреймы какие-то маленькие пространства не очень хорошо не очень хорошо действует немножко даже дискредитирует данный способ подачи информации поэтому я почти всегда вставляю этот таймлайн на полный экран чтобы можно было убедиться в том как он работает так Евгений Юрьевна спрашивает интересно можно ли постепенно изо дня в день редактировать ось времени или нужно создать черновик а потом внести все в ось времени да нет можно вот мы так собственно и делаем если вы обращали внимание на наш ну давайте я еще раз дам информацию а вот вот как я сейчас поступлю я уже комментировал что мы используем нашу ось времени для нашего расписания но наше расписание вы видели только на нашем сайте а давайте я вам дам ее наше расписание в виде отдельной оси времени на отдельной странице обратите внимание что расписание это такая вещь достаточно подвижная так а я наверное дал вам какую-то а нет все верно подвижная вещь я ее правлю буквально каждый там по два раза в неделю достаточно активно очень удобно то есть когда вы один раз все опубликовали дальше эти четыре шага делать не надо можно просто править табличку и как только вы табличку поправили в гугле все изменения тут же отразились на таймлайне ничего больше делать не надо да можно это исходит из того что вы можете гугл табличку разделить между разными участниками допустим трем или четырем людям присвоить возможность справки таблички вот и соответственно они будут справить эту табличку а в тот же самый момент как они как они ее исправили напоминаю что в гугл табличке нет понятия сохранить файл как только вы исправили какую-то какое-то значение оно тут же тут же публикуется то есть все в готовом состоянии таблица всегда в готовом состоянии находится в сохраненном вот тут же это отразилось то есть как только вы исправили например там 2019 год на 2018 тут же событие переместилось с одного места на другое как только вы другую картинку загрузили тут же она появилась в оси времени ничего тут такого нет хоть 10 человек одновременно правят но единственное что надо конечно организовать работу этих людей чтобы они друг другу не мешали или не делали противоречивые вещи но это как всегда при работе в группе такие такие моменты происходят и носят организационный характер а сама по себе гугл табличка она как раз и предназначена для того чтобы ее можно было править во первых онлайн а во вторых при необходимости коллективных вот так что эта возможность присутствует прямо по умолчанию то есть эта возможность она привносится не этим сервисом а самой его ориентации на на гугл табличке поэтому это гугл табличка и взята как как источник можно было бы ведь сделать так можно было вместо гугл таблички сделать загрузку таблицы excel там в csv формате и тогда бы каждый раз это надо было бы делать но сервис облачный и на вход он берет тоже тоже информацию из облака этим он и хорош ну еще пару слов перед тем как продолжить смотреть наши ролики еще пару слов связанных с тем что заполнение вот если сравнивать этот сервис с теми которые я привел на одном из самых первых наших слайдов почти все они не берут информацию из таблички а там есть интерфейс в котором вы вставляете начало события конец события описание события то есть заполняйте вот примерно те же 10 полей для каждого события для новичка кажется вот конечно интерфейс это как удобно мы это все сделаем по-быстрому очень понятно все а табличка не очень понятно но как только вы делаете одну две три ось вы понимаете что табличный вариант это настолько удобнее это ну буквально это вот как отличается завод и мануфактура то есть мануфактуре все делается вручную и может быть все понятно процесс понятен сначала и до конца одному человеку зато на заводе все делается быстро а вот в timeline.js такой профессиональный подход она придерживается такого профессионального подхода ну и давайте все таки посмотрим содержание наших роликов содержание шагов я рассказал давайте посмотрим теперь так поэтому второй ролик смотреть не будем посмотрим те ролики которые посвящены все таки тому как заполнять таблицу это это мы пока опустили этот материал а он очень важный я тоже буду присутствовать в чате как и в прошлый раз можете мне задавать вопросы я сразу же отвечу давайте посмотрим наш пример который мы скачали я вам расскажу про те поля которые в этой таблице есть в этой таблице достаточно много полей но не все их обязательно заполнять иногда достаточно 4-5 полей для того чтобы все это заработало одни из самых важных полей это поля поля одно 꽃 ints это поля начало события начало события начало события CHRIST либо единственной даты события если мы не собираемся воспроизводить интервал поле year В первом поле А располагается год события. Если мы посмотрим события под номером, идущие в строчке 3, это 2012 год. Поле B это месяц, month. Здесь мы можем указать численное значение месяца от 1 до 12. Например, в строчке 4 идет ноябрь. Дальше мы можем в поле C располагать день. Вот оно, 1 ноября. Всего 1 ноября в 4 строке. 1 ноября 2011 года. Ну и еще в строке D мы можем дать время. Время в таком формате, 24-часовом формате, где в данном случае написано 5 часов 58 минут 44 секунды. Итого в строке 5 полная дата и время. 5 часов 58 минут 44 секунды 16 ноября 2011 года. Скажу вам откровенно, такое редко бывает нужно. Как правило обходится годом, либо годом и датой. Итак, это одна из основных групп параметров нашей таблицы. Вторая группа полностью повторяет первую, только описывает конец события. Если событие имеет продолжительность, и вы знаете эту продолжительность, ну например, собор создавался с 1544 по 1447 год, тогда вы можете задать и начальную дату, и конечную. Вот в строке 5 мы видим, что событие закончилось 16 ноября в 7 часов 30 минут. Я вам хочу сказать, что в этом случае, если указана и конечная дата, то событие на оси времени будет обозначаться не точкой, а отрезком. Дальше идет достаточно важное поле, которое помогает сделать нам нашу ось времени красивее. Это DisplayDate. То есть это та дата, которую вы хотите, чтобы была воспроизведена явным образом, над описанием события. Давайте посмотрим на нашем примере, есть ли тут подобные примеры. Да, вот например, дата, которая обозначается вот так. Это не та дата, которая появляется вот в этих полях. Это дата, которая появляется в поле DisplayDate. Таким образом, еще раз, если мы хотим, чтобы наш интервал времени был бы записан явным образом над названием нашего события, мы должны заполнить поле DisplayDate. Следующие несколько полей описывают уже само событие. Давайте ознакомимся с ними. Поле Headline. Вот оно, это поле. В этом поле мы описываем заголовок нашего события. Ну, например, празднование нового 2015 года. Это текстовое поле, которое будет показано на оси времени крупным шрифтом. Ну, в данном случае вот. Вот этот заголовок. Следующее поле. Поле Text. Это основное описание событий. В этом поле мы можем задать основное содержание событий. Если мы вернемся к нашему примеру, то таким вот полем будет вот это вот поле. Итак, здесь располагается основное описание событий. Следующее поле. Это поле Media. Одно из основных полей нашей таблицы, определяющих внешнюю медийную привлекательность нашего таймлайна. Это ссылка на медиа. Ссылка на изображение, на видеофрагмент, на какой-то сервис и так далее. С полным содержанием этого поля мы познакомимся в отдельном ролике. А сейчас продолжим описание полей. Следующее поле. Это поле Media Credit. Это поле, которое позволяет нам указать источник нашего медиа. Кто опубликовал первым данное изображение, чьи права на видео и так далее. Следующее поле. Это Media Caption. В этом поле мы можем указать краткую подпись к картинке. Сейчас мы увидим, как эти поля располагаются в таймлайне. Вот это поле. Это поле Media. Здесь появляется основное оформление нашего таймлайна. Это картинка, видео или какой-то сервис. Вот здесь располагается описание данной картинки. И вот здесь располагается поле со ссылкой на первоисточник данного изображения. Вот эти три поля. Вернемся к описанию полей и посмотрим, какие еще поля есть. Есть поле Media Thumbnail. Оно, как правило, остается незаполненным. Но, тем не менее, об этом поле я вам расскажу и чуть позже покажу. Вот это поле. Оно маленькое, но иногда достаточно полезное. Сейчас я его отмечу. Оно позволяет нам вот в этот кусочек пространства записать свою пиктограммку. Можно записать туда маленькое изображение той картинки, которая изображается выше. Можно какую-то туда поместить иконочку или любое другое свое фирменное изображение. В данном случае это поле не заполнено, но я вам покажу, как его заполнять. Следующее поле Type это поле особенное. Особенное оно тем, что вот это поле, что оно может иметь единственное значение. Если оно имеет значение, то это значение должно быть, должно обозначаться словом Title. Тогда это означает, что данное изображение используется как титульное изображение для оси времени. В этом случае игнорируются поля от A до H, то есть не принимаются во внимание те даты, которыми заполнены эти поля. в любом случае это изображение будет первым. Это изображение будет первым. Можно считать, что это просто обложка нашего таймлайна. Следующее поле это поле группы. Поле достаточно интересное. Не всегда его надо использовать. Если мы хотим, чтобы все наши события располагались в разных группах и показывались в разных рядах таймлайна, это можно сделать. при помощи заполнения вот этого поля. В этом поле может располагаться любое слово. Количество разных слов определяет количество групп, на которые будет разбит наш таймлайн. Однако не надо злоупотреблять. Я не советую вам делать много групп. 2, 3, 4 это тот максимум, который будет красиво отображаться на таймлайне. В нашем примере мы не видим групп. Но если бы они были, то они располагались бы вот здесь. Сейчас я вам покажу. И соответственно было бы несколько полей вот таких вот. У меня немножко неровно, но суть вы поняли. И соответственно все события, которые принадлежат той или иной группе располагались бы вдоль вот этих вот линий. К сожалению, такой мощный инструмент пока не является интерактивным. И нельзя включить или выключить определенную группу. Я думаю, что у разработчиков есть такие задумки, но они их пока просто не реализовали. И пока единственное, что можно сделать, это расположить группы вдоль вот этих вот линий. Ну и последнее поле. Это поле Background. Поле, которое позволяет выбрать цвет фона. Цвет фона. Сейчас я вам это поле обозначу. Если вы ничего не пишете в этом поле, цвет фона будет белым. Но, кроме того, вы можете сюда вставить описание цвета вот в такой вот нотации. Это привычная для тех людей, которые работают часто с Photoshop или с HTML. Это понятная нотация. Это номер цвета, где каждые два символа могут описывать цветовую составляющую красный, синий или зеленый от нуля до 255 или от 00 до FF. В данном случае 333 это обозначение темно-серого цвета. Ну и также сюда можно вставить ссылочку на фоновое изображение. Вот и все, что надо знать о полях таблицы. В следующих роликах я вам покажу каким образом эту таблицу можно заполнить и какие значения полей в нее можно вставить чтобы получить наилучший результат. Ну надеюсь, что из этих роликов стало понятно как заполнять таблицу. Собственно заполнение таблицы это и есть основной труд по формированию оси времени. Ну и на этом собственно сегодняшний сегодняшнее наше ознакомление с технологией таймлайнов закончила. Какие у вас есть вопросы? Я пока шел последний ролик написал ссылку по которой вы можете приобрести сертификаты тех из вас кто посетил сегодняшнее сегодняшнее мероприятие. кто из вас заинтересуется этой технологией на моем видеоканале в ютубе но его не сложно найти у меня фамилия с двумя л таких мало так вот на моем канале в ютубе вы можете найти дополнительные ролики по поводу того как использовать различные медиа в столбце медиа как я уже говорил там около 20 различных вариантов можно использовать с большим количеством примеров как это именно делается а вот ну просто хронометраж сегодняшнего мероприятия не позволяет нам с этим ознакомиться еще нужно как минимум полчаса а то и 40 минут чтобы про это рассказать ну в принципе основные сведения изложены вот в моем сегодняшнем выступлении и в тех роликах которые мы сегодня показали ну что ж коллеги есть какие-то вопросы ну что ж если вопросов нет тогда я с вами прощаюсь поздравляю вас с наступлением с окончанием рабочей недели желаю хороших выходных и поздравляю с наступлением лета которое завтра у нас уже начинается всего доброго приходите в Директ Академию в июне еще будут новые вебинары будет много интересного так что надеюсь встретимся еще не раз до новых встреч с другой субтитры 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 Продолжение следует...